26 маршрут он связывает посёлок Снежный Сургут, один из самых протяжённых. Автобус проходит около 18 километров только в одну сторону и двигается по центральным улицам. К слову, он единственный, целиком охватывает всю университетскую. Но в последнее время к качеству перевозок у пассажиров возникало немало нареканий. Часть из них касались холода в салоне. Люди писали жалобы на портал «Твой Сургут», звонили в администрацию муниципалитета, где в итоге порекомендовали перевозчику обновить автопарк. Теперь на линии работают пять единиц газомоторной техники от машиностроительного холдинга «Волга-БАС». Они лучше за счёт того, что они работают на газомоторном топливе, а именно на метане. Он обеспечивает большую экологичность выхлопных газов, то есть загрязнение окружающей среды намного меньше. И плюс экономия на топливе существенная в силу цены газа в 16 рублей. Новые автобусы обеспечивают комфорт всем пассажирам. Околодверная панель оснащена кнопкой вызова, а в полу у выхода расположен откидной пандус. С его помощью в салон могут попасть маломобильные группы населения и мамы с колясками. Жители города таким обновлением рады. Удобство, комфорт и тепло – одни из самых значимых условий холодной зимой. Нравится, удобно. И сиденье удобное. Места много. И едет хорошо, комфортно. По телефону, по приложению можно посмотреть, где он находится в пути. Не надо там идти. За 30-20 минут стоять, ждать автобус. Посмотрел, вышел за 5-10 минут и он подъехал. Но всё-таки самая актуальная проблема для пассажиров – большой временной интервал между рейсами. В пиковые часы он составляет 30 минут. Рано утром и поздно вечером – и того больше. Час. Автобусы убавились, автобусов нет, не хватает. И хотя бы поменялись, сейчас новые автобусы. Ну а так, конечно, расписание очень неудобно. Мне на работу к 7, а я приходится ехать на 6-часовом и целый час сидеть на работе, ждать. Потому что следующий автобус в 7 часов. Городская администрация занимается разработкой поправок в стратегию развития общественного транспорта. Как рассказал начальник профильного управления Игорь Газизов, в результате будет скорректировано расписание на некоторых маршрутах. Специалисты до мая изучат обращения и пожелания жителей по поводу движения автобусов. Совместно с перевозчиками проведут мониторинг пассажиропотока. Один из дополнительных способов, который у нас сейчас появился, это, вы знаете, у нас внедрена автоматизированная система оплаты проезда, которая позволит нам вести учет пассажиропотока. То есть, когда человек расплачивается в автобусе, через терминал проводится эта операция, и, соответственно, в терминал идет учет. После нашего обращения администрация города поручила руководству транспортной компании скорректировать расписание 26 маршрута в утреннее время. Перевозчик уже ведет работу в данном направлении. Татьяна Расторгуева, Катерина Абдулова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.